Урок шестой. Как еще повысить самооценку и уменьшить гордость. Очень хорошее упражнение, друзья, это благодарственное письмо. Вы берете обычный такой лист бумаги, чистый, но у меня не совсем чистый, и пишите на нем все какие-то свои обиды, которые когда-либо у вас были на маму. С самого начала. И пишите, пишите, пишите все свои чувства, эмоции, негатив, злость, и выписывайте все свои негативные эмоции, связанные со своей мамой с самого детства и по сегодняшний день. Какие-то обиды, ссоры, что вы тогда чувствовали, какие у вас были тогда ощущения, за что вы именно обижены и так далее. Постарайтесь к этому упражнению подойти очень серьезно. Его, как правило, делать очень не хочется, но оно очень сильно помогает уменьшить эту гордость и очень сильно помогает улучшить самооценку. Мы к себе тем хуже относимся и себя критикуем, чем хуже мы относимся к нашим родителям. И данное упражнение позволяет очистить какие-то прошлые обиды, злость, все это негативное, и себя вытащить, выписать на бумагу. И потом, когда вы все это сделали, пишите уже слова благодарности. За что вы благодарны своей маме, какие-то хорошие моменты, хорошие воспоминания, и пишите, 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 пишите. Это очень-очень сильное упражнение, которое можно делать в течение недели или целого месяца до тех пор, пока вы уже, когда пишите, у вас опять уже нет эмоций, нет чувств, когда вам уже это все равно, когда вы это все уже пишете. Если вы чувствуете, что вы это пишете, но у вас как-то цепляют какие-то переживания, эмоции, значит, как раз именно вам нужно где-то делать и делать много. То же самое я вам рекомендую сделать с вашим отцом, написать ему тоже свое письмо, а также такие же письма стоит написать всем людям, с которыми у вас были какие-то отношения, конфликты, какие-то ситуации. Обязательно стоит написать такое письмо своим родственникам, самым близким, маме, папе, бабушкам, дедушкам можно написать, если тоже очень полезное упражнение. Сделайте его, и ваша жизнь очень сильно изменится. С вами был Александр Кабанник. Субтитры создавал DimaTorzok